Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! Сегодня у нас традиционно в 16... пардон, в 18.00 по Москве мы встречаемся с вами на Финам.ФМ, программы «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И тема сегодня замечательная, я бы сказал, такая романтическая тема. Сегодня, когда мне звонили утром, чтобы ее проанонсировать, что-то мне пришло в голову, что накануне Нового года мы с вами идем в сказочный лес. Лес финансовых рынков. Так, по-русски сказал, нет? Ну, нормально, в общем. И там, конечно же, необходимо ориентироваться. Ну, в любом лесу необходимо ориентироваться. В детстве, кстати, Коля не занимался, спортивным ориентированием не занимался? Нет. Я занимался. Это увлекательное занятие, я вам хочу сказать. Ну, если лес просто дремучий, надо оттуда выйти. Так вот, у нас есть некий инвестиционный лес, и нам нужно ориентироваться в нем, потому что не так легко найти правильную дорогу кругом. Во-первых, дремучий он, он дремучий, непроходимый, чаще, чаще бы. А потом там животные всякие живут, понимаете? Иногда они очень дружелюбные. Как вот на такого животного не напасть, не дай бог? Подскажут профессионалы, профессиональные егери. Ну, да ладно. Итак, мы сегодня говорим о способах инвестиционного ориентирования. Я представляю своих гостей, тех самых профессиональных егерей, которые помогут вам эту правильную тропиночку найти. Это Максим Двоеглазов, руководитель отдела инвестиционного консультирования инвестиционной компании «Финам». Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. И это Николай Салабута, директор управления актива инвестиционной компании «Трейдпортал». Добрый вечер, Николай. Добрый вечер. Ну что ж, я вижу, вы готовы к этой миссии. Максим, миссия. Николай, миссия. Слушатели сегодня во внимании, потому что сейчас найти эту тропиночку становится все сложнее и сложнее. Ну, согласитесь. Так, ну, а для вас, владаемые слушатели, у меня есть традиционно несколько, несколько напоминаний. Первое из них. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните. Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Еще раз. 6510-99,6, код Москвы 495. Также присоединяйтесь и задать вопрос, вы можете, зайдя на сайт компании финам.фм. Сюда заходите, там есть ссылочка, комментарии, задать вопрос, в общем, разберете. И для огромной, огромной армии друзей финама. Кстати, Коля, ты к этой армии тоже, да? Да, относился. Нет, принадлежишь до сих пор. Принадлежишь до сих пор. Но невозможно, да, даже если там дорожка пошла в другую сторону, все равно один раз с финамом познакомился на всю жизнь. Ну, так вот, для огромной армии друзей финама есть возможность принять участие в нашем мероприятии, не просто слушая, да, но и участвуя, так сказать, принимающаясь в видеоконференции, да. То есть все, что происходит в студии, сейчас вот транслируется в эту камеру. И наши коллеги, наши друзья, наши слушатели имеют возможность все это видеть, ну и задавать вопросы тоже так же. Вот это, так сказать, напоминалочки некие для слушателей. Ну и традиционно давайте я начну с того, что нарисую картину маслом, что происходит сегодня во вторник, да, в 18.07 в Москве на финансовых площадках. Сегодня все более-менее позитивненько, так бы я сказал, хотя не особенно, но тем не менее. Как минимум, да, индикаторы российского рынка, индекс РТС, прибавляя сегодня 0,4%, на текущий момент его котировка 1486. Неплохо, мне кажется, неплохо. Дальше, индекс ММВ чуть скромнее, но тоже понятно по какой причине, чуть больше 0,1%, значит, его котировка 1449 в моменте. Неплохо. Далее, смотрим на сырьевые рынки. Бренд, бренд, бренд. 1663 за бочку, немножко корректируется, да, после вчерашнего, вот, предпринимала попытку вырасти, но что-то неудачно пока. Но, тем не менее, уверенно, выше 100 держится, что же, тоже неплохо. Золото, 1714 за унцию, вот, то есть после пятечного, да, такого, после такого, да, яркого снижения все-таки восстанавливается и тоже, в принципе, чувствует себя неплохо. Евро-доллар, 1.29.95, о, приближается к 30-й фигуре и тоже наверняка наполнен оптимизмом неким. Ну, основной набор головы фишек разнаправлен сегодня. Извините, АвтоВАЗ. Браво, минус 7%. Ну, это нормально, сколько же можно? Известие уже состоялось, да, новость состоялась, событие состоялось, все, кто мог, заработал, теперь фиксируем прибыль. Это нормально, это нормально. Вот уже есть у нас Иван, Иван, сейчас посмотрим, что за Иван, ну, давайте мы все-таки вернемся. Картина маслом, продолжаю. Разнонаправлен движение на российском рынке, 7% теряет АвтоВАЗ в моменте, ГМК Норникель минус 2%, ну, и порадовал сегодня Ростелеком чуть больше, а, почти 2%, чуть больше процента Русгидро и Сургуткефтегаз, также прибавляет чуть больше процентов. Вот такая картина масла. Маслом, собственно, картина веселая. Ну, жизнь продолжается, мне важно именно это. Значит, я теперь отвлекусь ненадолго, потому что есть звонок у нас, я не знаю, что может... Что за звонок? Нет, что за звонок я представляю, с чем связан этот скоропалительный звонок, видимо, кому-то из вас, может быть, сейчас будут предъявлять претензии. Возможно. Возможно, а мы послушаем. Итак, в эфире Иван. Иван, добрый вечер, вы говорите. Вы говорите. Алло, добрый вечер. Добрый. У меня вопрос такой, скорее даже просто общий. По поводу курса акций Apple. Они, как обычно, всегда росли, а в это время начали быстро падать. Сейчас курс уже 529 долларов за акцию, хотя вот буквально неделю назад уже был 580. С чему связано такое быстрое падение? А что, значит, в это время, вот вы такую фразу какую странную произнести? Потому что, как обычно, в ближайшие, ну, последние, точнее, три года, ближе к Новому году, курсы акций быстро росли в связи с большими продажами. То есть продажи не упали, они до сих пор растут, но акции падают. Подожди, Илья, Илья, милый. Курсы акций растут в связи с большими продажами. Что ты говоришь такое? С продажами чего? Айфонов. Айфонов, вот это, курсы акций растут, потому что на них есть спрос, их покупают, потому что пользуются спросом айфоны. Ну, ты не путай, нас не путай здесь, мы люди такие нервные очень, очень нервные. Я понял. Итак, вопрос, зачем связано сейчас теряет в цене айфон? Я открыл график сейчас, айфон, говорю. Apple, значит, 529 долларов за бумагу стоит в настоящий момент акции, да? Да, а хай был у нас в районе 710. Вот. И это было не далее, как 3 месяца назад. Это весь вопрос, Илья? Да. Ага, спасибо. Спасибо. Ну что, Николай, давай с тебя. Ну, мне очень это самое, как говорится, интересно, где он может приобрести акции Apple у нас в России. Зачем у нас это надо? Да, нет. Сейчас, во-первых, Максим тебе на этот вопрос ответит. Если ты до сих пор сам не знаешь, где можно приобрести, как это сделать, да? Это же замечательная компания. Вот именно, боже мой. Вся компания такой продукции. Я помню в 98-м году, то есть в 97-м году, почти до начала кризиса 98-го года, акции Apple стоили 220 долларов. И в кризис они упали где-то до 80-90 долларов за акцию. Я помню тогда инвесторов, которые покупали акции Apple, они ходили, меня трясли там за шкирку и говорили, ну как он может стоить 90 долларов? А я представляю, что они тебя трясли почему. Ты им рекомендовал покупать их. Нет, нет, я как раз не рекомендовал. Просто как-то, как и это, своим специалистам на фондовом рынке, они так сказать. Ну это понятно. Говорят, считают, что я причастен к этому всему. Вот, потом они стали стоить 300 долларов, и потом за один год они стали, достигли 600 долларов. Понятное дело, что последний рост до 600 долларов, это связано с личностью Стива Джобса, и его уход из компании акции возвращается на свои справедливые оценки. Справедливая оценка в районе 300 долларов, 340 долларов. То есть ты ждешь действительно в ближайшее время, чтобы они упадут до 300 долларов? Ну не прямо завтра. Ну не завтра, ну понятно, что это. Довольно-таки медленно, тихо, и сапо, и они спустятся на фондинку. То есть перехай не будет все максимум исторически, вот это 700 долларов, да, и пока они новый какой-нибудь супер-пупер iPhone, iPhone не сделают, ничего больше не будет? Ну да, сейчас, на самом деле, новая стратегия же, выработанная Apple, они возвращают всю производство на территории Соединенных Штатов Америки, чтобы защитить свои патентные права. Ну они там что-то какой-то этих, один кабинет, понимаешь, из бухгалтерии вывели. Это связано с патентными правами, они выводят именно те подразделения, которые в Китае делают именно, ну те детали, которые они хотят защитить, которые защищены патентами, но неэффективно защищаются в суде эти патентные споры. Вот, и это некий шаг назад, который, то сказать, понятное дело, что им наступают конкурентные напятки, которые у них завладели их технологиями, это Samsung и другие китайские производители, ну не другие, а и китайские производители. Ну вот, я думаю, что буквально, ну то есть не буквально, а скорее всего в будущем лет 5, ну от 3 до 5 лет Apple будет аутсайдером, то есть всего этого рынка, но тем не менее потом, если, так сказать, он продолжит свое новаторство, то есть будет создавать новые патенты, то опять он выстрелит и будет довольно-таки достаточно серьезным игроком. Пока что вот такой шаг назад для защиты своих прав патентных. То есть ты рекомендацию какую бы дал сейчас по Apple? Я пока что вне рынка. Вне рынка, вне рынка. То есть либо мы ждем, когда он действительно куда-то в район 300 спустится, да? Да. Шортить бы не решился бы ты его? Ну я вообще против шарта, считаю, что шорт это как предательство, начал шортить, все расстрелять. Шорт это предательство. Вот это неплохо прозвучало. Ты что-то скажешь про Apple? Ну единственное, что хотел бы еще добавить, что может быть сейчас Apple настолько уже интересная бумага стала и смотреть на нее напрямую достаточно, наверное, не совсем правильно. Я бы, наверное, смотрел сейчас через призму других компаний, ее конкурентов. То есть насколько будут идти дела хорошо у конкурентов, это будет отражаться на Apple. То есть если мы будем видеть ее основных конкурентов, как Samsung, Nokia, кто у них сейчас основные, если у них дела будут идти так же плохо, то Apple, наверное... Ну вот я тоже хотел сказать, ну взять если тот же самый Nokia, да, ну... То есть там дела-то еще хуже. Какие могут быть, да, конкуренции? А тем не менее Apple-то падает. Apple, я думаю, пока это, конечно, какая-то основная фиксация всех идей, которые там были. А потом, возможно, снова возобновление, потому что компания в любом случае сильная. Ну то есть если говорить, да, исключительно о рыночных движениях, Илья, ничего страшного, да, идет коррекция после роста, поэтому надо дождаться уровня 38 по Fibonacci и покупать. Сейчас мы слушаем новости, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. Финам-ФМ, да, в эфире Финам-ФМ, сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Еще раз я представлю гостей сегодняшних. Ну и, собственно, начнем мы разговор непосредственно касаемой темы сегодняшней программы. В студии Максим Двоеглазов, руководитель отдела инвестиционного консультирования инвестиционной компании Финам и Николай Салабута, директор управления актива инвестиционной компании Trade Portal. Сегодня мы обсуждаем способы инвестиционного ориентирования. Я небольшую, так сказать, интродукцию, да, позволю, Максим. Вы все прекрасно знаете, ну я, прежде всего, обращаюсь к моим уважаемым слушателям, что месяц как уже с 26 ноября по 26 декабря идет акция на Финам-ФМ, да, которая называется, ну так, пафосно и в преддверии Нового года вполне логично, называется она «Финансовая коллекция». Так вот, все, кто примет участие в этой акции, получат огромное количество бонусов, вот, об одном из них, да, ну в целом, о этих бонусах и об одном из них более конкретно, сегодня как раз рассказывает Максим, ну и помимо этого мы обсуждаем то, что обсуждаем. Давай, Максим. Да, у нас сейчас идет очень такая интересная акция, когда человек, обратившись в нашу компанию за какими-то инвестиционными продуктами, то есть купить захотел акции, он может при открытии счета получить себе в подарок персонального консультанта, то есть человека, который поможет ему во все в это вникнуть, разобраться со всеми основными проблемами, с которыми сталкивается инвестор и получать, начнет он уже действенные советы, то есть когда нужно приобрести определенные бумаги, когда их нужно продать и все вопросы, которые будут возникать у него во время торговли, он всегда сможет получить на них ответ у своего персонального консультанта и в течение месяца он сможет пользоваться этим абсолютно бесплатно, то есть оценить возможности, понять, как это работает и решить, нужен ли ему будет консультант в принципе по жизни. Вот, поэтому акция достаточно интересная и ей сейчас очень неплохо можно воспользоваться. Примерно так. И все? Давай, давай. Ну, я хочу сказать, что я проработал 8 лет в Финаме именно оказываю услуги персонального консультирования. Я хочу сказать, что данная услуга очень-очень пользуется повышенным спросом у клиентов компании и вообще людям нужно получать рекомендации. На самом деле, приходя на фондовый рынок, человек подчас и не знает, зачем он это сделал. Ему у него есть там желание купить дом, купить квартиру. Все это дорого, у него есть какие-то сбережения. Как правильно распорядиться, чтобы в конечном итоге купить эту квартиру, он не знает. И когда ему начинаешь объяснять, когда он видит, что перед ним человек, который может все это дело объяснить, показать и помочь, достичь его финансовых результатов, то человек, понятное дело, что радуется. Это искренне такая радость в глазах людей, которые приходят подписываться на данную услугу инвестиционного консультирования, то есть консульционного управляющего. Я очень рад, что компания Финам может предоставить данную услугу сейчас в виде акций. Ну и вообще, я так сказать, рад за наших инвесторов российских, то, что многие компании в России, в том числе наша компания Трэдпортал, представляет услугу консульционного управления и также помогает людям решать свои финансовые задачи путем проведения их в эту область, в области финансирования, в области инвестиций, чтобы они получали максимальный результат, максимальную прибыль. Коля, я сейчас прослезюсь, честно говоря. Вот у меня уже слеза такая скупая мужская, она сейчас у меня бежит по щеке. Давайте вы поконкретнее, пожалуйста. Нет, ну здесь же понятно, что без консультанта здесь не в том плане, что мы говорим... Смотри, смотри, Максим, подожди. Способы инвестиционного ориентира. Ну ладно, это очень романтично звучит. Но действительно, пришел человек, или даже не пришел, он просто слушает нас. Позвонил. Позвонил, да. Представляете, для него это темный лес. Мы же сейчас не говорим о тех, кто уже собаку съел, а то и двух на этом деле. Да, мы говорим о новичках. О новичках, представляете? Тем более в этих условиях, когда, так сказать, опытный товарищ может дезориентироваться. Здесь можно сравнить просто человека, который приходит в спортзал, да, заниматься, качать мышцы. Он приходит, и большинство новичков, конечно же, хотят получить результат. Очень быстро хотят. Они хотят прийти, накачать себе бицепс, пресс. Да, да, да. Таблеток наесться, не дай бог, каким-нибудь. Да, и все. Сколько надо? Полторы недели. Да, да. И начинается, конечно же, это с больших травм, с больших каких-то неприятностей. Не, ну и заканчивается все просто. И просто все заканчивается. То же самое на рынке. Человек приходит на рынок, он в ожидании каких-то хороших прибыли, интересной работы, попадает сразу на те ошибки, которые элементарны для кого-то уже, тех людей, кто проработал в этом. И на этих ошибках он спотыкается, закрывает свой счет и уходит недовольным. Консультант для этого и нужен, чтобы вести человека, показать ему, как накачивать эти мышцы, то есть зарабатывать прибыль, как не потерять эту прибыль, как правильно себя вести, сколько чего взять. Молодец, правильно все говоришь. Ну, а конкретно? Конкретно у нас, ну, здесь можно опять же говорить о конкретных действиях каких-то на рынке, их очень много. У нас сейчас это проходит несколько семинаров, посвященных нашей новой форме инвестирования, это ситуационный анализ. Институционный? Ситуционный. Ситуационный. Ну, здесь нужно понимать, что это слово подразумевает, что мы действуем по ситуации, то есть мы не ждем, когда на рынке будет определенная какая-то история, чтобы только на ней можно заработать. То есть взяли вот сегодня, да, условно говоря, 18-22 в Москве сегодня, да, там, 11 декабря. То есть взялись сегодняшний день, да, сегодня у нас там были открыты и короткие позиции с утра, и длинные позиции, то есть мы сработали по ситуации, выбирая определенные... Максим, не забывай, короткая позиция — это предательство. Ну, в нашем-то случае нужно делать деньги, где-то предательство даже и хорошо для нас. Слово другое тогда мы подберем, предательство — нехорошее слово. Да, то есть ситуационный анализ позволяет быть по ситуации в теме рынка, и этому мы сейчас и пытаемся учить наших клиентов и давать им эти материалы. Ну смотри, в теме рынка можно пользоваться какими-то традиционными подходами, да, ну, банально, фундаментально, технически, или какие-то... Мы вот как раз-таки сочетание всех возможностей рынка, опираясь на ту ситуацию, которая на рынке сейчас сложилась, мы людям показываем, как грамотнее сейчас инвестировать. С учетом того, что два года мы не видим, допустим, трендов никаких по рынку, то вкладывать в трендовые стратегии для нас, допустим, сейчас не совсем, наверное, актуально. Поэтому лучше действовать по ситуации. Ситуация у нас позволяет работать на нейтральном рынке, выбирать какие-то отдельные конкретные идеи, которые сейчас очень достаточно часто всплывают. Это и Роснефть последняя, которую мы очень хорошо анонсировали, рассказывали, что с ней нужно сделать. Это и Норильский никель, который показал 10% прироста. То есть вот эти все ситуации, которые возникают на рынке, позволяют зарабатывать сегодня. И мы, исходя из этого, строим свои портфели сегодня. Что ты хотел добавить? Ну да, хотел сказать, что ситуационная стратегия сейчас как раз очень интересная. И, так сказать, наша компания тоже данную стратегию уже давно предлагает своим клиентам. Да, здесь как бы финал не впереди планеты всей. Жалко. Ладно, ладно. Будете одеяло тянуть друг на друга? Конечно. Давайте в целом и говорить. Вот есть ситуационная анонсирование. Я, кстати, не совсем, ну если опять говорить непосредственно о трейдинге, я не совсем понимаю, как он выглядит. Вот не понимаю я. Все очень просто. Если есть на рынке какой-то новый новостной фон, мы его берем, анализируем и согласно этого новостного фона, конечно, открываем позиции. Я хочу сказать, что про короткие позиции я... То есть нельзя про них говорить вот так, площадно. Надо говорить о том, что это довольно-таки специфический вид деятельности, который лучше всего совершать под присмотром руководства. Для этого есть хороший руководитель в виде консультанта, либо консульционного управляющего, либо персонального брокера. И вот именно, так сказать, под его чутким руководством можно совершать короткие позиции. Да, это не страшно и это довольно-таки прибыльно на таком рынке, который мы видим последние два года. Скажи мне, а в чем основная проблема, да, что самостоятельно, ну, наверное, начинающий инвестор нежелательно, чтобы совершал короткие. Вот в чем проблема? Какие может он неприятности получить? Ну, неприятностей на самом деле много. На самом деле просто надо сказать так, что если человек не торгует, то есть он пришел на фондовый рынок, не пользуясь поддержкой никакого профессионала самостоятельно, и он будет заключать позиции только с длинной стороны, только от покупки, то в этой ситуации потеря денег у него там равняется нулю. То есть он, скорее всего, сохранит свой капитал, даже, возможно, его приумножить. Просто надо говорить о кратности приумножения его капитала. Вот. Но если он начинает открывать короткие позиции, то здесь уже немножко становится страшновато, поскольку рынок вверх может расти до бесконечности, а падает только на единицу. До нуля? Да, до нуля, до сто процентов. То в этой ситуации у нас с короткими позициями заработок ограничен вот этими ста процентами, когда рынок падает до нуля, а наши потери, если рынок начнет расти, наши потери бесконечны. И отсюда вот это как бы такая ситуация неравнометная. Я бы немножко перебью в такой, в более простой форме, как мне это объясняли, когда я пришел на рынок, да, там, семь лет назад, и тоже пытался брать или короткие позиции, и длинные с плечами. Да, то есть использование маржинальной вообще торговли такой, это своего рода как езда на автомобиле, когда ты первый раз садишься и втыкаешь сразу пятую передачу. Это кто тебе так объяснил? Вот не могу сказать, но... Это моя феня, вот я. Это, наверное, Финамовская. Про пятую передачу это я все равно рассказываю. Я с Финамовым учился, поэтому, наверное, это общая такая идея была, поэтому для людей более понятно, да, что садясь в автомобиль, никто не будет втыкать пятую передачу и на ней гнать. То есть всегда надо начинать с небольшого. Нет, там еще, знаешь, какое сравнение у меня есть? То есть у нас есть возможность торговать на разных финансовых рынках, в частности, если берем там стандарт ММВБ, да, где и плечи небольшие, там, словно, один к одному, а если и без плеча, то это вот такой автомобильчик, я не буду сейчас марки называть, спокойный, которым даже и пятой передачи-то нет еще, понимаешь? И даже если педаль в пол ты воткнешь, ну, там, 60 километров, там, с горем пополам, то есть не страшно это, не страшно. А вот, да, приходишь ты на другие площадки, где уже там маржинальные требования, а вот такие, или вот такие, или вот такие. Это значит, ты пересаживаешься на автомобиль классом выше, 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 а там уже и пятая, и шестая, и если педаль в пол, то сразу, да, за три секунды у тебя сто километров, и дальше столб. Кто виноват? Конечно, машина виновата. Конечно. Конечно, машина. Зачем у нее шесть передач? Зачем она так быстро ездит? Она во всем виновата. А я-то не виноват. Во всем виновата прокладка между рулем и сиденьем. Вот это забавные тоже, да, бывают ассоциации у нас. Ну, вопрос очевиден, конечно. Если мы используем уже сложные технологии на рынках, к которым относится маржинальная торговля, естественно, нужен некто, который посмотрит и скажет, да или нет. Ну, на первых порах, по крайней мере. У нас есть, кстати, такие сотрудники? Ну, помимо тебя. Конечно. Конечно. У нас их очень много. У нас их очень много. У нас профессионалы. Хорошо, давайте вопрос. Сразу есть у нас вопрос от Славы. Когда падать будем, спрашивает Слава. Ну, видимо, он-то как раз шартов наоткрывал. Профессионал. Профессионал, да. Когда падать будем, спрашивает Слава. ММВБ и СП 500. Ваш взгляд, господа. Коль. Ну, в последнее время, в последний месяц на рынке была вообще очень печальная ситуация. Это рынок падал, и там начинало расти, и сразу же его разворачивали, снова тащили вниз. То есть оптимизма у ни у кого, кстати, не было по поводу фондового рынка. И мы к этому привыкли. Все игроки к этому привыкли. И если здесь рынок чуть-чуть подрос, сразу открываем короткие позиции и зарабатываем на следующий день на падение фондового рынка. И так нам давали заработать последние два месяца, и тут вдруг рынок не хочет падать. И все начинают, как бы, технологии-то никто не поменял, а рынок изменился, и все начинают, понятное дело, задавать текущий вопрос. Когда он станет прежним рынком? На конце концов-то, да. А рынок такой ситуации, он всегда изменчив. Он сегодня такой, завтра другой, без профессионала. Сложно ему разобраться. Так что лучше этому товарищу, который задает такие вопросы, обратиться к нам в нашу конституционную службу. Ну, то есть, тем не менее, можешь сказать, что он будет падать вот там до конца года или до конца... Наверное, если взять конкретные какие-то даты, то нужно говорить о январе месяце. То есть, раньше января... Ну, не то, чтобы там, можно быть, стопроцентно уверен. Второе половина января. Да, январе есть какие-то предпосылки к этому. У нас, во-первых, по США решится этот вопрос, который всех очень сильно беспокоит. А если он решится плохо, то, понятно, мы будем падать. А если он решится хорошо, то многие ожидания заложены уже сейчас. И, то есть, скорее всего, в январе мы получим либо фиксацию по факту, либо просто... Что приведет, да, к нисходящему... Да, да, да. То есть, либо это будет уже новость, которая негативная, и она приведет непосредственно к снижению рынка. То есть, есть такая вероятность процентов 55-60, что в январе мы можем показать снижение. Я понял. Смотрите, такой вопрос. Не очень мне всегда нравятся подобные формулировки. Ну, то есть, они ни о чем вроде бы. Но, тем не менее, я его прочту, потому что он в тему, значит, слушатель Финама. Вопрос к гостям. А не кажется ли вам, что мы накануне хорошего похода на юг? У него слово «юг» и «север» очень не нравятся в нашем сленге. Ну, ладно, извините, в нашем сленге понятно. Я бы сам на юге отправился бы, но только на прямом физическом смысле. Я понял. Речь о другом. Ладно, ответить мы не успеем. Мы сейчас послушаем с удовольствием новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш сегодняшний разговор. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем способы инвестиционного ориентирования. Ну, на самом деле, мне показалось, да, что способы, которые озвучили мои гости, сегодня они такие для ленивого. То есть, ты приходи, мы тебе дяденьку умного поставим, и он все для тебя. Или мультик такой был, помните, да? Да, это два, а, кстати, два молодца, одинаковые с лица. Ну, вы не одинаковые с лица, но вы молодцы, тем не менее, да? И вот мы что будем? Мы дрова наколем за тебя, мы там и кашу сварим. Вы и есть за меня будете. Вы, кстати, есть не будете, я надеюсь. Но это только по желанию, как правило, клиента. То есть, если он только так хочет делать. А, как правило, многие клиенты очень сильно сами рвутся в бой. Так. И что в этот момент? Часто нужно просто поддерживать, может быть, где-то даже приостанавливать в каких-то действиях. Сдерживать, да? Да. А таких даже очень много, большинство клиентов, наоборот. Вот здесь нужно поправить, что, наоборот, неленивые клиенты. Они бы еще больше делали, чем мы, с удовольствием. Ну, поскольку часто это бывает желание не связано с каким-то анализом, а просто с желанием. С эмоциями, да? Да, и это приносит только к плачевным результатам. Я понял. Хорошо. И, тем не менее, все-таки мы говорим о том, действительно, вот этот очень позитивный такой подход, когда человек, рвущийся в бой или еще опасающийся, да, этого порыва, все-таки рядом с ним надежный такой, уверенный в себе инвестиционный консультант. Вот. Но с другой стороны, смотрите, мы говорим о неком инвестиционном ориентировании. То есть, логично, что помимо инвестиционного анализа, как-то приоткрывать начинающему инвестору, да, глаза на этот огромный и очень часто непонятный мир о финансовых рынках. Вот об этом, если поговорить, на что вы, прежде всего, обращаете внимание? Ну, сегодня мы обращаем внимание, в первую очередь, это на, что нужно, необходимо делать с нашими основными голубыми фишками, понятные, основными инструментами. Вот. То есть, сегодня достаточно активно торговля идет именно в голубых фишках, потому что второй эшелон, если до первого деньги не доходят, то во втором вообще делать нечего. Поэтому основная ориентация сейчас на основные 10-12 наших голубых фишек, где мы выстраиваем позицию, в основном это нейтральная позиция, да, что не очень зависит от каких-то таких невзгодов на рынке. То есть, если мы пойдем вниз, мы и вниз зацепим, если пойдем вверх, мы и вверх зацепим. А уже непосредственный разбор основных таких идей, он идет уже скрупулезно, он идет уже под хорошим таким изучением, и каждую какую-то идею мы полностью отрабатываем всей ее стороны, как фундаментального анализа, так и технического. Вот. То есть, все это тоже используется. Да. То есть, это основной момент, что здесь две стадии получаются. Одна стадия у нас должна быть всегда подкреплена нейтральная позиция, чтобы мы не зависели от того, что рынок там неожиданно для нас обвалился, потому что всегда угадать с какой-то большой вероятностью, куда придет рынок, очень сложно. Для нас лучше, чтобы мы были примерно в тренде. Ну да, и потом мы понимаем прекрасно, да, Максим, Коля, смотри, что мы не пытаемся угадать рынок, да? Да, это бесполезно. Мы пытаемся, да, нарисовать какую-то для себя вероятность его движения и ее использовать, потому что угадывать действительно это бессмысленно. Есть вопрос, ну такой он, я бы сказал, со слезой, со слезой. Давайте поможем нашему слушателю. Подскажите, пишет Николай, как вести себя в ситуации, когда слил свой первый депозит? Улыбаться. Улыбаться, радоваться, да? Радоваться. Я вам расскажу, у меня группа вечерняя сейчас идет, и, значит, одна из слушательниц тоже вот подобные вопросы. Она говорит, Олег, вот я где-то читала, что чтобы почувствовать себя профессионально, или назвать себя профессиональным трейдером, нужно слить три депозита. Ну да, во многих книжках такие великие трейдеры пишут, что они не один, не два, не три раза сливали. Я просто так представил ситуацию, знаешь, пришел человек, да, он говорит, надо слить три депозита. И он тебе направо сливает три депозита. Потом слил, говорит, все, я трейдер. Радоваться за обучение. Ну, я закончил вопрос, смотрите. Как вести себя в ситуации, когда слил свой первый депозит? Вроде торговал в течение года, то в плюс, то в минус, в целом держался на плаву у нуля. Теперь вот счета нет, а желание остается. Появился страх входа в позицию, чтобы остыть, торгую на демо. Счет был на срочном российском рынке. Буду благодарен за советы. Давай, советуй. Первый доктор в этой ситуации – это стратегия. То есть ему нужно взять какую-то стратегию, пускай даже простенькую, пускай даже не какую-то знаменитую, но именно стратегию, которую он бы постарался придерживаться хотя бы первые 3-4 месяца. После этого все у него уйдет, все страхи, его счет начнет немножко как-то восстанавливаться. И таким образом он обратно войдет в свою колею. Единственное понятное дело, что если он торговал, у него счет целый год был, колебался вокруг нуля, и тут вдруг он его обнулил. Таким образом, получается, те действия, которые он совершал в течение года, не приводили его к желаемому результату, и он решил рискнуть. Он взмотнул шашкой, и за один трейд он слил весь свой счет. Вот это надо извлечь, вот этот урок надо ему извлечь, и больше его не повторять. Логично. Максим? Да, то есть я тоже думаю, что в первую очередь, наверное, даже нужно провести очень скрупулезный анализ своих действий за год, что делалось. И даже не то, какие там сделки были предприняты, а, наверное, даже своего психологического состояния. Может быть, вообще не нужен трейдинг этому человеку. Мало ли места. Ну, видишь, счета нет, а желание осталось. Ну вот, поэтому нужно разобраться, понять, какие были совершенные ошибки, и вообще, можно ли с ними бороться, и как с ними бороться. А потом уже действовать, наверное, как советовал Николай, найти стратегию и уже работать. Я соглашусь, если позволите, я добавлю, да. Во-первых, смотрите, это я для Николая. Во-первых, то, что вы сливаете, счет слил, один, второй, третий, пятый, десятый, это не статистика по тому, какой я плохой. Ну, хорошо, плохой скажу, да, там, может, другое слово какое-нибудь. Это не статистика, а это повод для того, чтобы ситуацию осмыслить. Почему я это сделал, вот это главное. Вы слили, да, значит, надо вот, Николай правильно говорит, надо посмотреть, вот сколько там торговал, да, пока он не закончился. Полгода, что я делаю эти полгода. Пока он болтался вокруг нуля, ты говоришь, да, это вроде бы еще там, как-то оправдываю. А потом раз, он и кончился. Почему? Ну, и понятно, почему, да, стоп забыл поставить, взял там, это, 500-тысячное плечо какое-нибудь, да, на фортсете, может, он торгует. И все понятно, и все понятно, вот это надо. Если говоришь, это причина, сразу, вот, восклицательный знак, этого больше не делать. Как бы ни свербило, как бы руки ни считали, не делать, это раз. Два, вот эта фраза меня не люблю тоже. Чтобы остыть, торгую на демо. Ну, ладно, остынь. Причем, чтобы остыть, лучше вообще не торговать какое-то время. Да, возьми себе там отпуск какой-нибудь и займись чем-то другим, порадуй близких. Ну, если действительно желание есть, ну, торговать на демо вредно, вредно. Через какое-то время, если ты будешь все время торговать на демо, у тебя появится страх перед живыми деньгами. И, в принципе, невозможно торговать, научиться, да, если торговать все время на игрушечных деньгах. А демо это страшный враг. Конечно, конечно. Я не знаю, кто придумал демо-счета, это только враг всем инвесторам. У меня есть пара фамилий, я предатель какой-то. Предатель. Тот же, кто из-за шарты придумал. Так вот, еще раз повторю, да, демо это страшная штука. Засиделся на демо, все, потом у тебя мандраж начался, и никогда ты не будешь больше торговать. Будь депозитчиком, всю жизнь в депозиту банки. Да, 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 совершенно. Вот, а так, в принципе, еще раз говорю, согласен я с моими коллегами, возможность, да, то, что ты сливаешься, это возможность оценить, да, переоценить, сделать выводы правильные и так далее. И все будет хорошо, это нормально. Ладно, давайте вернемся к фундаментальной составляющей нынешнего времени. Основная проблема декабря месяца. Это фискальный обрыв. Коля, какие ожидания у тебя? А ничего не будет. Я думаю, что будет, наоборот, все хорошо. Я думаю, что противники Обамы, они заявят до, так сказать, до Таты, заявят, что они поддержат Обаму, и в результате в Конгрессе это все пройдет очень на ура. А пройдет, подожди, ну, я тоже... То есть в прошлый раз было так, что была непонятка ровно до той даты, когда было завещание, даже прошло завещание, то есть в Конгрессе было это самое, он в этот день не вынес, перенес, и там чуть ли не задним числом они приняли расширение. То есть этого уже не произойдет. То есть заранее до этой даты все будут говорить, что они договорились, что они согласны, и что это все они примут на ура. Ну, ты мне скажи, это до Нового года произойдет? Ну, у них отчетная дата в январе, по-моему. Да, да, с первого января у них обрыв, если они не договорились, все. Я думаю, что все новогодние, так сказать, индейка, да, рождественская, она не будет такой вкусной, если все будут на нервах. Поэтому я думаю, что они это сделают до, даже до Рождества. Шампанское не будет таким сладким. Да, шампанское не будет таким пьянящим. Да, да, индейка не будет такой вкусной. Салат оливье не будет таким, да, романтичным, если мы решим проблему в фискальном обрыве. Вот примерно так будет. Ты как думаешь? Примерно так же. Ладно, значит, проблемы еврозоны, да, по определению сейчас на втором плане. Тем более, что, а, грекам выделили денег, да, испанцы сегодня размещались опять, они там, я не помню, пяти или десятилетки. У них доходности просто какие-то вообще минимальные, если смотреть там последний год, допустим. То есть там как-то все хорошо, Максим? Пока все неплохо. Единственное, там проблема есть, которая с Италией может произойти. Там ушел Марио Монти, уходит. И вот это может немножко, когда вопрос с Америкой решится, наверное, мы получим вот историю с Италией. Ну, это нормально. Ну, то есть она у нас меняется так. Истории меняются просто, да. Ну, вот с Италией будет это. То есть нам, в принципе, рассказывают, ребята, сейчас переживаем вот за этих. Вот смотрите, как они мучаются, как они, фискальный обрыв потом. И переживаем, туда-сюда рынок-то колбасит. Потом отпереживали. Так, внимание, теперь за этих переживаем. Забавно. Как мы говорим, что неважно, куда рынок движется. Самое главное, чтобы он изменялся. Изменялся, да. Были поводы, да, были драйверы, так называемые. Давай. Максим, тебе вопрос, да. Вопрос по Росгидро от Андрея. Одобрили дополнительную эмиссию по рублю за акцию. Имеет ли смысл вставать в текущую цену по рынку или дождаться еще, может, каких-то движений? Мы оценивали также эту историю по Росгидро. Там очень большое было падение, связанное как раз с доп.выпуском, с доп.эмиссией, да. Получили мы хорошее падение. И вчера, или когда там позавчера вышли новости, что доп.эмиссия немножко будет пересмотрена, и совершенно по-другому она будет выходить. На чем получили неплохой отскок по рынку, но дальнейшее движение не пошло. То есть даже сегодняшний какой-то такой мягкий рынок не позволил Росгидро пройти некоторые эти ключевые уровни. Поэтому я думаю, что пока Росгидро не выйдет выше 78, там 0,78, а такой уровень очень неплохой, пока не будет выше этой цены, если не закрепится, то ждать какого-то там глобального разворота не стоит. Да, там тренд, конечно, остро падающий закончился, но вероятность дополнительной... Вот это позитив, да, доп.эмиссия, это позитив все-таки для бумаги, да? Ну вот нет, она была не позитивна, она потому что, ну, это негативная новость была, и очень портила картину Росгидро. Сейчас ее пересмотрели как раз-таки немножко в позитивную сторону. Ну вот я и это имел в виду, да? Да, и все равно мы не получили хорошего продолжения. Абсолютно одинаковый объем прошел как с последнего падения, так и с последней покупки, и цена остановилась ровно на уровне начала последних продаж. Поэтому пока мы не вернемся выше 78, мы думаем, что там как минимум будет боковик, а возможно какой-то новый поход вниз. То есть ничего хорошего пока... Ну то есть лучше не трогайте ее, да? Лучше пока нет, пока нет. О, Коля, специально тебя, Константин. Ну, ты тоже можешь присоединиться, потому что сейчас я интригу такую приоткрою. Пишет Константин. Уважаемые эксперты, подскажите простенькую, но рабочую стратегию. Спасибо. И дальше, главное, в скобках. Если заработаю, пришло коньяк. Видите, мотивация уже есть, не просто так, а, видишь, обещает нам Константин, что будет награда. Простенькую, но рабочую стратегию. Ну, простенькую, Коля, простенькую. Ну, смотрите, здесь я не люблю таких, на самом деле, вопросиков, потому что любые простенькие стратегии, да, они доходны, да, они приносят финансовый результат, но они сопряжены с определенными психологическими нагрузками, которым вот этот человек, который просит эту стратегию, не готов. Может быть, ему лучше потратить время, либо потратить силы и создать сложную стратегию, либо найти консультанта, которому смог бы сложную стратегию, кстати, разъяснить или преподнести. Тем более, что это не проблема найти такого консультанта. Да, сейчас это уже гораздо проще, нежели было бы несколько лет назад, чем нежели брать на себя вот простенькую стратегию. На самом деле, вы смотрите, здесь это называется как бы фактор черного ящика. Вот когда человек покупает черный ящик, это некая стратегия, чей код ему неизвестен. Это некое чудо, она что-то делает. Для него, по крайней мере. Да, для него. Она что-то делает, она производит какие-то сделки, сигналы выдает. И человек какое-то время следует его сигналам. Пускай они там не все прибыльные, но он следует сигналам. Потом, если она ему не нравится, он все равно, ну, хорошо, давай я отобью деньги, которые я потратил на этот черный ящик, и тогда закончу с этим. Он отбивает деньги, которые потратил на этот черный ящик, и в результате он видит, что, а этот черный ящик-то зарабатывает, и от него отказываться не надо. А вот когда код... Коля, 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 очень интересно, сейчас рассказ о черном ящике продолжит Николай Салабута, но после новостей. Итак, продолжаем наш эфир. В эфире сейчас рассказ о черном ящике в исполнении Николая Салабута. Прошу, Николай. Да, так вот, я хочу сказать, что когда человек купил черный ящик и следовал сигналами, на самом деле в черном ящике заложено положительное математическое ожидание, то есть он в априори будет вам зарабатывать. И человек, когда следует сигналам этого черного ящика, он получает статистику, которая именно ему и подтверждает его ожидание, что да, действительно, он не зря потратил деньги, и черный ящик ему все равно будет зарабатывать. И он продолжает, следуя сигналам черного ящика, когда человек получает стратегию из открытого доступа, с открытым кодом или с открытой логикой, а тем более, что простенькую стратегию, у меня первая мысль, как это может работать. Это не может работать, он даже ни одного сигнала не исполнит этой простенькой стратегии, так что я не был не претендент на этот коньяк. А, да, я хотел, я не скажу ему стратегию, я говорю, даже коньяк тебе не... Я могу попретендовать, смотря какой коньяк, конечно, новому году лишним не будет. Небольшой совет просто, понятно, что рассуждать так, что дайте мне стратегию, это не совсем верный способ, это в любом случае не приведет к каким-то хорошим историческим показателям, но если простенько, то можно просто торгать по тренду. То есть чем ближе цена находится к линии тренда, оттуда делать покупки. Чем она дальше, давайте и... Есть классический, да, торговый канал, да, вот есть линия тренда, линия канала, отбой от линии тренда, вот у тебя сигнал там на покупку, например, да, стоп ниже ближайшего локального минимума, цель в районе линии канала. Но как правильно начертить линию тренда? Спросите у своего персонального консультанта. Более того, да, надо обязательно приобрести этого персонального консультанта, тем более, что сейчас это можно сделать бесплатно, вот, ну и так далее и тому подобное. Значит, я отвлеку на секунду нашу сегодняшнюю с вами беседу, отвлекусь точнее, отвлекусь на рынок, потому что американцы открылись и в моменте 18.48 в Москве мы наблюдаем ситуацию. Следующий индекс Доу Джонса подрастает на 0,4%, S&P 500 примерно так же. В общем, все достаточно весело у них и жизнерадостно. Значит, мы продолжим сейчас отвечать на наши вопросы, на вопросы, пардон, наших слушателей, но сначала послушаем звонок. В студию дозвонился Владимир. Владимир, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Алло, Владимир, говорите. Владимир не хочет говорить. Ну, ладно. Владимир, перезвоните, нет связи, а вопрос следующий, от Славы. Ну, вопрос, я бы сказал, рассуждение такое. Вот он говорит о паре доллар-рубль, только Слава правильно не рубль-доллар, а доллар-рубль. Доллар-базовая валюта, рубль-валюта котировки. Так вот, доллар-рубль, как-то все слишком оптимистично, заявляет Слава. Коль, ты не считаешь, что... Я считаю, что все нормально. Не слишком оптимистично, все нормально. Дело в том, что все то, что было у нас негативного, это пришло из Европы, был долговой кризис в Европе, и он проходит, завершается. То есть тогда все банки, которые европейские банки, все инвесторы, они стянули на себя всю наличность, чтобы потом не страдать от кризиса ликвидности. И когда они пересидели весь этот долговой кризис наличности в кэше, они видят, что вся ситуация выравнивалась, налаживается, и они начинают эту наличность раздавать. И она пришла на российский рынок. Не секрет, что российские, так сказать, облигации, долговой рынок дают максимальную доходность в мире, а рейтинг у России довольно-таки хороший. Мы довольно-таки близко к Европе находимся территориально, и поэтому доверие европейских инвесторов к российским долговым обязательствам довольно-таки высокие. И деньги пошли в Россию, соответственно, все наши долговые обязательства номинированы в рублях, и стали конвертировать евро и доллары в рубли, и за рубли покупать облигации. Отсюда получается то, что рубль начал укрепляться. Рубль укрепляется, причем, смотри, вот текущая ее котировка 30.74, я так округлю, а ближайшая поддержка 30.50, ее мы видели в сентябре. Я хочу сказать, как он сегодня падал. Он падал, 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 раз одним моментом, за одну секунду он просто проливается вниз, этот доллар. То есть никому он не нужен. Такое ощущение, что его долбят, долбят, отдают в рынок, и никому не нужен доллар, всем нужны рубли. Да. Ну, сейчас я хотел бы услышать гимн. Некоторые эйфории в ваших словах. Конечно, мы бы встали. Я думаю, что как раз-таки нужно закрывать короткие позиции уже. Ну, давай так, вот текущий котировок 30.74, да, ближайшая поддержка 30.50. Насколько сильно ты ждешь, если ждешь укрепления? Сильно ниже мы не уйдем, этих уровней, скорее всего. А почему не 29? Ну, не, ну а почему не 29? Чего ну? А почему не 29? Тут тренд идет, тренд может так усиливаться. Почему бы не 33? Коля, спокойно, подожди, подожди. Не надо свару устраивать, нет, да, да, да. Не надо свару устраивать, это раз. А во-вторых, ты можешь аргументировать. Максим, давай ты. Ну, во-первых, я считаю, что достаточно сильно мы укрепились, укреплялись за счет сильной нефти, возможно, даже какие-то притоки денег были, но не сказать, что в нашу страну они заходят уж очень сильно, с учетом всех астетических данных, у нас идет каждый месяц новый отток, отток очень большой, и постоянно эти политические риски, которые у нас присутствуют, они не дадут развернуться до такой степени, чтобы рубль укрепился еще больше. То есть, наверное, это сейчас такие более-менее приемлемые уровни, и, возможно, в ближайшее время мы увидим. Да, какой-то здесь такой торговлю на этих уровнях, и потом, возможно, немножко послаблено. Я немножко не согласен с Максимом, он немножко использовал площадные такие термины, как политические риски. Ну, площадный термин для хорошей, для болтовой площади, но никак не... Ну, это же никуда ты этого не делишься, Николай, мы же видим это. Давайте конкретизировать, давайте конкретизировать. Откод капитала, финансовый рынок... Коля, 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 прости, пожалуйста. Владимир дозвонился, давай мы с ним поговорим, а потом мы вернемся. Да, да, конечно, конечно. У нас еще время есть, слава богу. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер, сейчас слышно? Да, все нормально. Здравствуйте, хотел вот такую прокомментировать, значит, историю. Почему сливаются депозиты, да? И чем отличаются профессионалы? И потом хотел задать вопрос по этому поводу. Я считаю, что сливаются... Многие все знают, многие знают технический анализ, название свечек, уровень, фондовый рынок, фонд новостей. Все знают. Но никто или многие пишут для себя хоть какой-то маломальский план. Не то, что на день, да. Даже какие-то минимальные стратегии. Все думают, что в голове у меня все есть. Что я здесь открою сейчас, вот здесь стоп. Потом стоп, начинаешь раздвигать, потом начинаешь тейк-профит раздвигать, потом начинаешь что-то делать. Это, мне кажется, основная проблема. То есть это проблема... Как ее назвать одним словом, Владимир? Это проблема чего? Это проблема дисциплины. Дисциплины, психологии, совершенно верно. И лень, лень сесть, написать. Вот я уже тоже слил несколько, да? Я уже с какого-то не написал. Три слил, Владимир? Три слил? Да, да, слил. Ну все, ты уже профессиональный трейдер. Да, сейчас три слил, профессиональный трейдер. Я сейчас вот пытаюсь, но уже без памятки, да, летчика, как Герчик говорил, нельзя лезть туда в рынок. И это подтверждают профессионалы, которые работают в тех, ну вот, в этих, как их, брокерских компаниях. У них есть четкий план, у них есть каждый на день план, где ставим, какие позиции, какие. Поэтому управляющим там легче, потому что над ними стоит руководство, и есть четкая инструкция. Здесь открываем, здесь закрываем. Никаких раздвижек, никаких подвижек больше тебе не дает. А над нами никто не ставит, мы сейчас в компьютере около дома. Пивка, может, еще кто-то открыл там. Не дай бог, не дай бог. Да, и я думаю, что сейчас все здесь, я вот еще чуть-чуть растяну, сейчас развернет рынок. Вот я хотел спросить как раз экспертов, вот они пользуются этим планом? И как вот, когда они свободное плавание уходили, если уходили, тогда они себе рисовывают эти планы. На день, там, в стратегии, если интродей торговать. Я понял, я понял. Спасибо, Владимир, спасибо за вопрос. Значит, Коля, Максим, времени мало, буквально коротенько, коротенько. Ну, я все же стартовал по стратегиям, там все риски просчитаны, поэтому у меня не было такого, так сказать, нужды в каком-то там… В повышенном плане. Да, в плане внешнего риск-менеджмента. Но я знаю, что к нашим консультантам приходили люди, нанимали наших консультантов, уже профессионалы, высокие профессионалы, только для того, чтобы иметь внешний риск-менеджмент. Давай. Да, у нас ежедневно мы делаем, составляем план на день, потому что большая масса клиентов, они, как правило, простой стратегией, сложно им пользоваться. Готовы торговать абсолютно разными своими условиями по рынку, и нам просто приходится подстроиться под них, подставить им хороший торговый план, который не дает потерять. Ну, то есть это нормально. Значит, пользуйтесь планом, пользуйтесь. Да, и пользуйтесь случаем, хотел бы завтра пригласить всех на семинары. Все, 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 спасибо. Заканчиваю я эфир. Максим Двоеглазов, Николай Салабута были сегодня в гостях в студии Сухого эфира. Я, Олег Дмитриев, прощаюсь. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания.